Хочешь интересных и веселых видео? Заходи на канал Lion Project. Угарные глюки в игры, веселые прохождения и упоротые приколы. Все это ты сможешь найти тут. Как делишь, кребетишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт в новое видео с рубрикой Без Модов. И сегодня, ребята, вместе с вами мы будем готовиться к лету, потому что лето уже через 10 дней. И все мы любим летом идти в какие-то путешествия. Допустим, пойти на шашлык, пойти на какое-то озеро, в бассейн. Да, хоть куда, ребята. Поэтому у меня сегодня такое настроение, то что я хочу вам показать, как же, ребята, мы пойдем, допустим, на какой-то отдых загород. Как видите, у нас есть загородный домик. Нифига себе загородный домик, да, за пару миллионов. Но все же, ребята, сегодня мы с вами пойдем на шашлык, сделаем палатку. Также, ребята, сделаем столы, посидим в тихой домашней обстановке, за столиком покушаем шашлычок, покушаем курочку, картошечку, как мы все, ребята, с вами любим. И также просто-напросто насладимся тем, что скоро у нас, ребята, лето, отдых, отпуск, каникулы и многое, ребята, другое. Я буду очень сильно рад, если вы влепите большущий палец вверх, ребята. Я буду рад, если мы наберем с вами 3000 лайков, ребята. Я верю, что мои подписчики смогут набрать 3000 лайков. Пожалуйста, ребята. Это всего лишь одна секунда, чтобы поставить один лайк. Я завтра же выпущу новое видео с рубрикой без мода, если вы, конечно, этого хотите. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как и друг. Также, ребята, можете рассказать об этом видео своим друзьям, сделать репост ВКонтакте и также оставить свой комментарий, потому что на самый интересный комментарий я, конечно же, буду отвечать. Да, ребята, а сейчас мы будем приступать к самой команде. Команда работает на версии Майнкрафта 1.8.8. Кто хочет ее установить, ребята, то ссылочка на команду есть уже в описании. Вам нужно просто зайти и ее установить. Но в первую очередь нам нужно выдать себе командный блок, который выдается с помощью вот такой команды, которую сейчас вы видите в чат. Мы нажимаем, выдаем себе командный блок и давайте мы ее установим, вот эту саму команду, вот эту саму структуру, вот куда-то вот сюда. Давайте мы пропишем команду, которая, я уже сказал, тоже находится в описании. Нажимаем готово. И также, ребята, сейчас нам нужно ее активировать с помощью, давайте, блока Redstone. Вот так. И сейчас будем смотреть, как эта команда вся будет долго и нудно устанавливаться. Хоть, в принципе, не так-то это долго и было, да? Да, ребята, тут вы можете получить все предметы, тут вы можете удалить вот эту машину, если она вам надоела. Но мы тут пропишем SetWorldSpan для того, чтобы эта команда работала в любой точке нашего мира и также поменьше лагала, чем она лагает сейчас. Да, ребята, и как видите, у нас отличнейший загородный домик. И у нас тут есть место на заднем дворе, где сегодня, ребята, мы с вами будем жарить шашлыки со своей семьей. Вот, не знаю, ребята, вот напишите в комментарии, любите ли вы ехать за город, допустим, на машине там со своим папой, мамой, семьей, да? Можно сказать то, что и друзьями тоже, но любите ли вы ходить со своей семьей? Я, если честно, люблю пойти, допустим, на какое-то там озеро шашлычки пожарить, картошечку пожарить. Просто-напросто посидеть целый день возле озера и отдохнуть, потому что лето, ребята, для этого и есть. Да, и сейчас, знаете что, давайте мы будем крафтить первый наш предмет. Что это такое, ребята? Давайте мы посмотрим. Это барбекю для того, чтобы жарить мясо, шашлычки и многое другое. Нам нужно два дерева, четыре люка, железных люка и также полстака кабблстона, точнее полстака камня. Вот это всё мы выкидываем на землю и сейчас подождём, пока это всё зафурычит, потому что оно что-то думает очень долго. Наверное, сейчас нужно будет немного подождать. Ага, ребята, я, наверное, понял, в чём проблема. Нам нужно выкинуть два дерева, четыре железных люка и шестнадцать кабблстона. Да? Я надеюсь, что да. Да, ребята, шестнадцать кабблстона, не полстака, а именно шестнадцать. И как видите, у нас заспавилось, ребята. Барбекю. И давайте мы его поставим, ну, давайте куда-то вот сюда. Только не в том направлении. Давайте мы его удалим. Удаляем мы его с помощью другого яичка, да? Мы можем его поставить. И также, ребята, мы можем его удалить. Давайте мы поставим его куда-то вот-вот сюда, куда-то мы его поставим. И как видите, это действительно барбекю, где мы можем жарить мясо, шашлычки и многое другое. И что самое главное, это, ребята, у нас всё рабочее. Как нам его оживить? Нам нужно кинуть, ребята, один флинт ему прямо в релла. Вот сюда, ребята, мы кидаем ему один флинт. Я надеюсь, что я кинул прямо в него. Нет. А хотя... Я кинул прямо в него, да? Да. Потому что, смотрите, ребята, если да, то когда мы зайдём сюда, в это огниво, то мы, ребята, начнём получать урон. Как вы видите, мне наносится урон. Не очень так много, не очень так часто, но всё же, ребята, какой-то урончик мне наносится. И сейчас мы действительно можем зажарить на нём мясо. Нам нужно выкинуть сырое мясо прямо вот сюда внутрь. И я опять мимо выкинул. Или нет? Нет, я всё нормально выкинул. И как видите, мясо действительно добавилось вот сюда наверх. Оно тут лежит. Оно тут жарится. Мне интересно, могу ли я ещё одно мясо выкинуть? Добавится ли оно вот сюда, рядом? Не, наверное, всего лишь одно можно добавить. Но как видите, дым исходит. И всё такое, это означает то, что наше мясо жарится. И когда оно пожарится, оно просто опять сюда выскочит, на землю. И будет, даст, ребята, нормальное зажаренное мясо. Поэтому, ребята, я для вас всех приготовлю сегодня по одному стейку. Только это всё будет очень долго готовиться. А пока это всё у нас готовится, ребята, то мы можем приступить к следующему предмету. Какой у нас, ребята, следующий предмет? А это у нас палатка. Нам нужно выкинуть 8 палочек. И также полстака железной шерсти. Я надеюсь, я опять не перепутал. Нет, ребята, я не перепутал. И да, это у нас всё заспамилось. И это, ребята, у нас называется газебу. Но всё же, ребята, ставим мы газебу вот сюда. И как вы видите, газебу у нас заспамилось. Если мы хотим его сломать, то нам нужно, наверное, сломать вот этот блок. Я не помню, в какую сторону. Да, да, вот этот блок, ребята, нам нужно сломать. Потому что я хочу передвинуть его на один блок вот сюда. Даже не на один, а даже, ребята, на два. Вот сюда я хочу его передвинуть Вот сюда, да? Нет, ребята, вот так Именно вот так я его хотел поставить И да, ребята, это у нас действительно хорошая такая палаточка Мы тут даже можем поставить какие-то стульчики Вот, допустим, представим, что это у нас стульчики Поставим куда-то вот сюда, да И вот так, ребята, это все у нас будет выглядеть Это очень даже круто выглядит Давайте мы поставим на один блок вот сюда Нет, не вот сюда А вот и... Поставься, поставься, зараза Как это сложно поставить сюда И вот так, да, замечательно, ребята Все, палаточка у нас уже есть Наше мясо жарится, как видите, оно действительно очень долго жарится Но все же будем ждать, ребята Будем ждать и будем приступать к следующему предмету Что это у нас, ребята, такое Давайте мы сейчас посмотрим Это, ребята, у нас отличное украшение Что нам понадобится? Нам понадобится 9 глины 2 блока грязи И также одна, не травичка, а одна роза, ребята Да, это все мы выкидываем на землю И ждем, пока у нас появится крутое яичко, ребята И это отличное украшение Что это за украшение? Это, ребята, большущая ваза с цветами С цветами, с розами И как это, ребята, круто выглядит Мы можем, допустим, это поставить вот сюда Мы можем это поставить вот сюда И смотрите, как это круто выглядит Мы можем, ребята, это все обустроить Допустим, поставить одну вот сюда Одну вот сюда, одну вот сюда И просто создать такую очень крутую атмосферу, ребята, природы Потому что согласитесь, что это очень круто выглядит Но будьте осторожны, потому что роза же у нас с шипами Если мы очень близко подойдем к Розе, то, мне кажется, она будет наносить нам урон. Она должна наносить нам урон, но почему-то не наносит. Фиг его и ребята знают почему. Ну да ладно, она, если честно, должна наносить нам урон, по идее. Но почему-то сейчас это все не работает. Но не важно, ребята, потому что это очень круто выглядит. Но давайте мы будем приступать к следующему предмету. Что это у нас такое? Нам понадобятся две палочки и также два, ребята, деревца. Мы выкидываем это все на землю. И смотрите, что у нас появляется. Что у нас появляется? У нас, ребята, появляется... О, наше мясо! Да, два мяса! Как вы помните, я выкинул два мяса и нам вернулось два мяса. И также, как у нас тут написано, то, что этот стейк был приготовлен на барбекю. То есть это особенный стейк, ребята. И я, как я сказал, сейчас для всех вас приготовлю по одному стейку. Если, конечно, это все сможет тут зажариться. Или нам, наверное, нужно выкидывать все-таки по одному стейку. А не сразу один стак, так как я выкинул, да? Мне кажется, что это действительно нужно по одному стейку. А то я, знаете, сразу один стак выкинул. И, наверное, что-то я, ребята, там поломал. Но все же эти стейки у нас уже есть. Да, ребята, как видите, нам нужно действительно выкидывать по одному стейку. Не стаками, как я сейчас делаю, а именно по одному. Вот так, если мы повыкидываем, то мне кажется, что это все начнет зажариваться. Ну, подождем, ребята. А сейчас давайте мы поставим столик. Столик мы давайте поставим вот сюда. И смотрите, как он круто выглядит. Я не зря сюда поставил вот эти, я не знаю, кресла это вряд ли можно назвать, какие-то стульчики. Потому что тут у нас, ребята, барбекю. Тут у нас палаточка, которая скроет нас от дождя, если он начнется. Также, ребята, тут у нас есть столик, где мы просто-напросто можем присесть за него вот так. И подождать, пока наше мясо у нас зажарится. Для того, чтобы, ребята, его скушать вот тут в палатке. И также вот, и также около столика. Да, ребята. Но знаете что? Давайте мы будем приступать к последнему нашему предмету. К большому сожалению, последнему. Что это такое? Мы выкидываем 6 палочек и также одну зажигалочку. И смотрите, какой крутой и, что самое главное, красивый факел у нас, ребята, получается. Смотрите, что это такое. Смотрите, какие красивые факелы мы можем сейчас заспамить. Это, знаете, как будто какие-то, не знаю, стародавние факелы. Потому что это мне очень напоминает, знаете, вот эти фильмы там греческие или какие-то там, я не знаю, про пирамиды в Египте. Или что-то в этом роде, где вот такие большущие факелы в каких-то, я не знаю, заброшенных там руинах. И это действительно очень круто выглядит, потому что это также отличное украшение, которое мы можем поставить, ребята, ну, хоть где, где вам только это захочется поставить. Возле этого цветочка, возле этого цветочка, возле этого цветочка. Хоть где, ребята, где вы этого захотите. И давайте мы сейчас включим Time Set Night для того, чтобы посмотреть, будет ли это круто все освещать. Да, ребята, это действительно все очень круто работает. И давайте мы с вами подведем итоги. Мы съездили, ребята, в загородный домик, хоть это не домик, не знаю, какая-то многоэтажка, где, наверное, 20 семей живут. Но это, ребята, именно наш загородный домик. Мы сделали барбекю, мы, ребята, пожарили мясо. Мы также обукрасили наш сад с помощью вот таких большущих вас цветами с розами. Также вот с такими крутыми факелами. Мы поставили очень крутую палатку, под которой мы можем посидеть, чтобы не сгореть на солнце. И также, ребята, укрыться от дождя, если он начнется. Потому что, ребята, все возможно. Со мной уже много раз такое случалось, что я шел на природу и там дождь начинался. Хотя очень, ребята, люблю дождь, но все же, чтобы не промокнуть, будем сидеть в палатке. И также, ребята, такой крутой столик, где мы можем посидеть со своей семьей, ребята, и просто-напросто насладиться шашлычками. И, ребята, в принципе, на этом мы уже будем заканчивать вот эту серию. Я надеюсь, что она вам очень сильно понравилась. Если вы хотите больше рубрик без модов, больше видео с рубрикой без модов. Если вы хотите, чтобы я завтра выпустил еще одно видео, где мы будем разговаривать о лете. И также будем готовиться к лету, потому что она уже очень скоро наступит, ребята. Пишите в комментарии. На самые активные комментарии я, конечно же, буду отвечать. И также, ребята, конечно же, ставьте лайки. Я буду рад, если мы с вами сможем набрать 3000 лайков, ребята. Я верю в то, что мои подписчики смогут их набрать. Это, ребята, очень просто поставить один лайк. Зато я вам скажу большое спасибо. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как друг, можете также, ребята, рассказать об этом видео своим друзьям, сделать репост вконтакте. И кто хочет установить вот эту команду, то ссылочка на команду уже есть в описании, ребята. Заходите и копируйте, устанавливайте на версию Майнкрафта 188. Я, ребята, скажу вам еще раз большое спасибо за просмотр. Приходите завтра на мой стрим, потому что завтра он будет в 3 часа дня по Украине и по Москве. И вообще, приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день. Я каждый день, ребята, буду вас ждать и буду рад вас видеть. Еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, ребята. Всем удачи и всем пока.